Всем привет, ребят, с вами Карина, и мы продолжаем играть в Симфереженская общага. Ну что, ребятушки, в прошлом серии у нас все закончилось тем, что Нова осталась ночевать в Вильгии, у них там случился вуху, и теперь они что-то типа вроде пары, но официально они как бы друг другу не говорили, типа давай встречаться и так далее, и в общем-то, Нова уже дома, уже почти 10 утра, она пришла совсем недавно. Пришла она так рано, потому что ей нужно на работу совсем скоро, поэтому давайте мы быстренько сделаем так, чтобы она у нас занималась своими утренними делами, по-моему, никому больше на работу не нужно, у тебя вообще все идеальный класс, может быть, я случайно нажала там, чтобы у тебя все было нормально, нет? То возможно такое, я просто здесь пользовалась кодом, сейчас мне нужно было там кое-что сделать, возможно, я так случайно и нажала. Вот, в общем-то, встает наша Стеллочка, она у нас идет тоже заниматься своими утренними делами, вот, еды у нас, что? Мне показалось, что она где-то код не укнул, мне реально показалось, странно, тарелки тут уже валяются, вот, так что, да, девчонки у нас были дома, они даже у НО вообще ничего не спрашивали, что да как, как бы, что там случилось, где-то вообще была там всю ночь, почему-то пришла только под утро, ну, как бы, они живут, как бы, общаются, но не лезут особо в жизнь других девчонок, поэтому, да, у них такая какая-то солидарность между собой. Вот, значит, давайте, пожалуйста, быстренько будем что-нибудь кушать, кстати, нужно термостат поставить на нормальный этот, на тепленький, точнее. Да, мне кажется, что я и кодом, походу, случайно это сделала, а нет, все нормально, все нормально у нас. Хорошо, в общем-то, я вообще что хотела? Я хотела, чтобы сегодня НО с Вильгеймом куда-нибудь сходили погулять, вот, почему бы и нет, собственно говоря, пусть они потусуются, почему бы и нет, вот, а ты не хочешь поесть, да, я так понимаю, да, мы, конечно, идем на работу, давай кушай печеньки, без разницы, что ты поешь, вот, девчонки у нас будут заниматься своими делами, ну, Сандра вообще у нас молодчинка, она в следующий раз получит повышение, она у нас сумечка, то есть завтра она получит повышение, Вильгейм там нам уже звонит, что-то резвонит, что-то нас хочет, но мы с ней встретимся сегодня немножечко попозже, так что, да, такие вот дела. В общем-то, мы с девчонками кушаем. Сандра, я бы тебе рекомендовала, я не знаю, что на самом деле поделать, у нас зима какой вообще день? Первый, серьезно? А какие у нас там вообще прогнозы? О, снежочек хотя бы будет, это хорошо, мне нравится, снежочек 74, это прям невероятно суперски. Давай мы, наверное, стоп, позанимаемся, как всегда, блогом, потом я думаю, то, что мы, в принципе... Что мы, в принципе? Мы... Что я хотела сказать? У меня просто вылетело с головы, я сейчас поняла, что я забыла кое-что сделать для этой серии. О, боже! Что я хотела сделать? Что я хотела сделать? Ладно, я забыла, все, у меня просто вылетело реально с головы. Бывает, вот же я что-нибудь вспомню и все. И кранты называется. Послушай, вон, хип-хоп. Все, послушала, молодец, и на работу. Так, в общем-то, дружище мое, мы сейчас с тобой переоденемся и отправимся сюда. А, подожди, стоп, 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 а мы не можем у своих же голоса получать? Ну-ка, стоп. Что ты мне встопикаешь? А, получить голос, ну-ка-сь. Ну-ка, пойдем. Чего ты мне позируешь? Не нужно, пожалуйста, позировать. А ты повышение не хочешь получить, кстати, сегодня? Было бы очень неплохо. Было бы очень и очень неплохо. Стелла, в общем-то, давай у нас... Чего? Белла, ты чего? Белла, у тебя все в норме, да? Нет? Окей. Итак, да-да-да, я это все дело понимаю. Хорошо, я тебя поздравляю. Так, давай. Получай, пожалуйста, голос. Отлично, получила. Пойдем-ка мы, наверное, и у тебя получим голос. Получить голос, да. Получить голос, хорошо. Хватит, пожалуйста, позировать, я тебя прошу. Нет, не в этом действии. А, типа, ты еще и не поздравишь, что не считается за позы. Странная игра. Вообще, Синус меня в последнее время поражает. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Белла, че смотришь? Че хочешь? Нет, все, хватит болтать. Иди, я ей лучше позанимаюсь чем-нибудь. Не знаю, чем. Кстати, давайте мы, наверное, устроим ее на работу, потому что могу вам сразу сказать, что Белла совсем скоро уедет в ближайшие несколько дней. Вот. И давайте мы будем устраивать ее барменом. Или подождите. А, ее нужно на кулинар уже устраивать, да? Потом там уже бар. Да, 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 да. Хорошо. Она у нас в понедельник выходит, то есть завтра. Значит, она скоро и уедет, как вы понимаете. Ну, окей, уже просто пора на самом деле. Она достаточно давно уже с нами живет, как бы так можно сказать. А ты голос получила? Скажи мне. О, ты получила, молодец. Тогда иди, наверное, устраивайте свои митинги, любимые. На самом деле, я, знаете, что поняла, что мы с вами забыли совсем про курсы. И девчонкам желательно бы их посетить. Прямо ее как желательно. Я так понимаю, что, скорее всего, ты сегодня получишь повышение. Окей. Наверное, мы пойдем с вами гулять не сегодня. А, нет, нам уже сегодня идти в любом случае. Блин, просто уже времени. Что-то я очень быстро проиграла весь этот день. Я просто хотела, чтобы было уже, может быть, завтра даже уехала. Хотя, ладно, давайте, в общем-то, будем мотать. Ничего страшного. Значит, мы пойдем с вами гулять завтра. А ты завтра работаешь? А, так она завтра не работает. Это вообще замечательно. Все, все суперски, можно мотать. Я просто что-то подумала. Думала, может, я как бы зря мотаю. Но я бы уже в любом случае не успела бы за... Сколько у меня там осталось? Два часа? Нет, подожди. Четыре часа у меня оставалось. И как бы серия идет только пять минут. Как бы я еще на 15 минут, то есть, ну, четыре часа. Мне кажется, никак. Ну, не знаю. По крайней мере, мне так кажется. Вот, так что давайте, девчонки, надо заниматься своими делишками. Мы тут кушаем с тобой. Да мы вот это вот все дело уберем. Надо уже, наверное, нормальный холодильник себе... Да что ты не постоянно вылазишь? Мне это не нравится. Надо же это отключить вообще. Что готовить? Ничего мы не готовим. Не надо к нам приставать, пожалуйста. Мы ничего не готовим. Абнависатус, ну что там у тебя, дружище? Это кто? Александр Гот. Круто. Опа, можно плакатиков, кстати, пособирать, между прочим. Да-да-да. Я совсем про них забыла. А вот так делать не нужно. Так делать не нужно. Потому что мы с вами, можно сказать, коллекционируем эти плакатики. Это, конечно, просто замечательно, что мы их коллекционируем. Вот. Такс, ну окей. Еще вот этот вот, да? Все. А тебе за это славу вообще дадут? Мне интересно. Да, дают. Хорошо. У нас еще уже знаменитость прям, слушайте, что могу сказать. А что у нас здесь есть? Кстати. Толпы. Ой, это, кстати, хорошая вещь. Мы ее прокачаем. Да. Это очень хорошая вещь. Что ты там делаешь? Ты танцуешь? Молодец какая. Ой, слушайте, давайте мы, наверное, с вами постираем вещи. Потому что, на самом-то деле, уже, мне кажется, пора. А ты у нас, давай-ка, наверное, упражняйся в писательстве. У нас, кстати, через час уже приходит Ноа. Наша Ноочка приходит с повышением. Какая она у нас молочинка. Вы посмотрите вообще. Посещать музеи. Да не. Не-не-не. Отличненько. Повышаем навык. Мы с тобой получаем всякие различные плакатики. И, наверное, идем домой. Примем пенную ванну. Не знаю, зачем. Но просто примем ее. Итак, новые плакатики. Угу. Хорошо. Новые шары. Вот эти вот. Так, такой у нас есть. Это Forgotten Hollow, так я понимаю. Ага, он у нас есть. Хорошо. Его можно продавать. И еще один плакат. Я вижу новенький, да? Нет, у нас такой уже есть. Хорошо. 200 симуляторов, по-моему сказать, стоит. А почему у нас здесь два одинаковых плаката висят? Я серьезно не заметила? Ну, это я. Что я могу вам сказать? Это просто я. Окей. У нас постоянно, кстати, играет музыка в доме. Мне это на самом деле очень нравится, потому что это классно. Ты заходишь домой, у тебя играет музыка. У тебя сразу такое, мне кажется, хорошее настроение. Когда ты такой слышишь, такой, о, класс, музон. Давайте потанцуем там. Итак, дружище, получаем повышение. Молодчинка, ты наша. Пойдем, мы с тобой тоже сейчас возьмем себе еды. И будем смотреть телек. Потом мы с тобой, естественно, порисуем. Можно созвониться с Вильгеймом. Почему бы и нет? Завтра у нас кто работает? Стеллочка работает. Сандра работает, получает повышение. И затрапирует твой день на работе. Кстати, но, в принципе, может утром потусоваться с Вильгеймом. У нас мы его пригласим. А потом как бы придут девчонки, и она уйдет с ним гулять. Мне кажется, это, кстати, очень неплохая идея, между прочим. Прям очень неплохая, я вам могу так сказать. А ты можешь, пожалуйста, сначала взять еду, потом смотреть телевизор? Нет? Или для тебя слишком нелогично? Пойдем. Сандра... А, ты кушаешь, окей. Стелла. Стелла у нас вроде бы свободен. Или Белла? Белла, иди сюда. Иди, пожалуйста, возьми белье и загрузи в сушилку. Нормальное вообще белье? Чистое, мокрое. Окей, все, норм. А ты чего? Зачем ты придеваешься в эту одежду, если я сто раз говорила, что она для курсов? Нам нужно вот обязательно на курсы сходить. Давайте, может быть, там во вторник когда-нибудь сходим, потому что, правда, уже пора. Прям реально пора. И я хочу, чтобы кто-нибудь у нас позанимался каким-нибудь спортом. А, вот про что я хотела сказать в начале серии. Когда я сказала то, что я забыла, что я хотела сказать. Я хотела, чтобы еще на кто-нибудь побегал. Да. Чтобы кто-нибудь приделся на пробежку, наверное, первым персонажем будет Сандра. Потому что она у нас, по-моему, самая толстенькая. Ну, она не то чтобы толстенькая, она просто имеет широкие бедра. Да. На самом деле так и есть. Когда я ее создавала, я почему-то этого не придала особого значения, если честно. Ой, ты, правда, в такой холод будешь сейчас бегать? Мне это не очень нравится, дружище. На улице же вообще холодырь. Холодырь. Классные слова. Новые слова изучаем вместе с Кариной. Подписываемся на канал, изучаем новые слова. Так, девчонки, вы нас покушали вообще, нет? Было и сходить в туалет. Не знаю, почему просто не сходить в туалет. Иди вообще, не знаю, что-нибудь позанимайся. Что-то за вдох такой у меня странный какой-то был. Идти, я не знаю, поиграй, что ли. Просто как-нибудь развлекай себя. Теперь, смотри, вообще на работу, так что давай, не надо. Так, день шалости, давай. Мы это все дело с тобой убираем. Теперь, смотри, вообще на работу, так что давайте. Нет, не надо. Ну-ка, если у нас уже кто? Пятый. Ну, смотри, тоже будет пятый. Это у нас тоже пятый, да? Да, у нас тоже уже пятый, хорошо. Это вообще суперский. А то у нас вообще нулевая, можно так сказать. Ну, это первая. Да, это, по-моему, считается как бы первая. Пойдем мы с тобой, сходим в туалет и дорисуем. Вот здесь мы с тобой уже начинали рисовать новую роспись, да? Нет? Окей, тогда создадим в стиле политика. Да. Любишься нам Стеллу подкалывать? Ну, реально, давайте будем создавать вот эти всякие росписи, чтобы подкалывать Стеллу. Ну, как бы сделаем так, что Стелле как бы не нравится все это дело, но она ничего не будет говорить. Но, потому что она как бы ее подруга, они живут в одном доме, извините. И что-то ей говорить против, как бы тоже не особо хочется, чтобы портить отношения. Они и так у нас, как бы, только вроде бы нормально начали общаться, поэтому... Поэтому не очень хочется портить отношения девочек. Давай мы с тобой там это все дело уберем. Отлично, замечательно, просто. И, наверное, будем скоро ложиться спать. И пока что, я не знаю, типа, смотреть телек. Так, дружище, ты у нас уже побегала? Давай-ка мы с тобой сделаем вот так. Ты у нас придешь, сходишь в туалет, примешь душ и, наверное, будешь уже ложиться спать. Так, ты у нас рисуешь. Хорошо, ты молодец. А ты у нас что? Ты у нас пока что, в принципе, играешь. Ох, ты задрузишь в Симс. Это первый Симс, да? Да, просьба это пьет. А нет, мне кажется, это второй. Это второй Симс, серьезно? Я помню этот джакузи в виде сердечка. Блин. Какая же ностальгия. Ну, камера там была, по-моему, вообще не такая. Ой, ностальгируем, ребят. Все, вообще просто все. Окей. Так, ну что? Ты у нас наигралась? Нет, надела же спать. Ой, я что, тебя не в ту кровать хотела отправить. Да. Стелла, давай-ка ты у нас, наверное, тоже закругляйся. Я как бы тебе стою на работу. Она, например, только на отдыхает. Ну, вообще оборзела, да, скажите? Вы все. Вы смотрите, что она творит. На работу не идет. Тусуйся со своим парнем у себя дома. Кстати... Чего? О, я просто не поняла, что это такое. Там просто, это, Сандра купается. А, Стелла. Или кто? Сандра купается, да. И, это, цензура такая прошла здесь. О, душ сломался. Я тебя поздравляю. Будешь чинить. А что я тебе могу еще сказать-то? Ну, ладно. Окей. Починит. Ну, а значит. Хорошо. Без проблем. Без проблем, чё? Без проблем. Чини. Ты его еще и почистишь. Сейчас. Тебе же все равно никуда не нужно вставать. Правда? Но... А ты думала, все в жизни так легко? Угу. Конечно. Давайте помотаем. В общем-то, завтра, я думаю, то, что наши ребятки на прогулке, я думаю, лучше Вильгей им пусть предложат встречаться. У них, по сути, даже первого поцелуя не было. Ну, просто потому, что катсцены создаются, я вам уже говорила, как. Чё такое? А, ну, ясно. Типа, это понятно. Я так, в принципе, и подумала. Я уже вам объясняла, что катсцены создаются именно благодаря позам, различным анимациям, поэтому, да. Какие-то взаимодействия между персонажами я редко... Ты серьезно? У вас там что-то какие-то взрослые игры? Чё с тобой не так? Что за одежда? Боже! Кошмар. Просто кошмар. Окей. Пойдемте ложиться... В смысле? А что, спать нельзя еще? Спать. Всё, давайте. Девчонки, в Амстер на работу. Кто-то там уже купаться вообще пошел. Вы чего? Нет, нет, это не твоя кровать. Всё. Всё-всё-всё. Давай. Мы с тобой купаемся, ложимся спать. Да что же ваши кровати-то путают? Это вообще кошмар какой-то. Вот. И утром будем приглашать вильгейм. Я надеюсь, что у нас вильгейм нигде не работает. По-моему, он реально нигде не работает. Это замечательно. Меня это очень радует, то, что нигде не работает. Да. А то было бы проблемно с его приглашением к нам в гости. Я думаю, то, что в обед... Когда у нас там... Кто у нас приходит раньше всех? 4 часа, 4 часа, 5 часов. А, до 4 часов у нас времени вообще вагон. А кто первый уходит? Скажите, пожалуйста. В 8 часов ты у нас идешь. В 8 часов? В 9. А, то есть вы у нас вдвоем просыпаетесь, да? Окей, без проблем. Без проблем. То есть вам только в туалет, в принципе, сходить и поесть, да? И больше... Это вильгейм? Да? Это вильгейм! Действительно. Что может быть лучше, чем идти в 4 часа куда-то тусоваться? Он, наверное, понимает то, что мы, типа, не идем на работу, но как бы... Вильгейм, сорян. Сорян. Мы тоже хотим как-то там отдохнуть, наверное, поспать. Нет. Мы не так тебя сегодня пригласим к нам в гости, так что давай, не выпендривайся. Так, девчонки, девчонки, вам пора просыпаться. Давайте. Значит, мы приглашаем вильгейма примерно в 9 часов, да? Окей, хорошо. Без проблем. Пригласим его в 9 часов. Ага, мы тут уже кушаем, я вижу. Окей. Ну, мы приглашаем его в 9, просто потому, что девчонки как бы у нас уйдут. То есть был у нас уход последний, но... О, повышение! Красава! О, какая классная песня играет! Она мне очень нравится в Симсе. Наверное, одна из моих самых любимых. Да, да, конечно, мы идем на работу, конечно, девчонки. Мы не прогульщики с вами, мы вообще работяги еще те, скажи, да? Классная песня. Очень классная. Сходи, пожалуйста, в туалет, наверное, по чрезвобке. Вы просто представляете, вот просыпаться под такую музыку, это же вообще кайф. Просто послушайте. Замечательно. Просто посмотрите на погоду за окном, посмотрите вообще на вид из окна, девчонок. Зима и еще эта музыка. Я бы, на самом деле, в 7 утра сама бы вот такую музыку вставала, а не под мой будильник с музыкой, которая мне уже так надоела, что я уже его прибичь хочется, когда я слышу этот звук, этого будильника. Так что да. Кстати, лайфхак. Я где-то читала, что если вы хотите, чтобы вам быстро надоела песня, просто поставьте ее на будильник. И на самом деле помогает. Правда, мне уже надоело. Я даже не могу уже, если честно, слушать ту песню, которая сегодня на будильнике. Она просто мне раздражает до ужаса. Белла, тебе скоро на работу. У тебя первый рабочий день. Я надеюсь, что ты прекрасно понимаешь. Ты что, вообще, что ли? Ты на работу идешь там? Нет? Ничего? Походу, ничего. Короче, да. Белла, давай. Давай, тебе еще нужно почистить. А что у нас вообще такая, это, срамота какая-то в доме? Честно, извините за такое выражение, но реально. О, нормально. Но это ты будешь не доложать деньги за это, так тебе скажу. Так, дружище наше, ты у нас переодеваешься сейчас? Иди посмотреть телек, наверное, и приглашать своего парнишку. Вот, Вильгейм, давай. Мы ему звоним, все. Суперски. Как раз у нас уже уходят. Белла у нас ушла, и мы ждем Вильгейма. Ой, у нас счета пришли, да? Пойдем. Заплатить аренду. А Вильгейм что, не хочет приходить к нам? Вильгейм? Вильгейм, ты чего? Это, может быть, Вильгейм здесь стоит? Нет? А что это за прикол? А может, он снизу? Да нет. Что-то Вильгейма нигде нету. А где же он? Странно. Мне кажется, что это тут пятно, это должен был быть Вильгейм. Нет? Очень странно. Ну, хорошо, тогда давайте мы сразу с ним пойдем гулять. Нет, ну а что я сейчас могу сделать? Ничего не могу сделать. Придется нам немножечко помотать, как бы, чтобы времени... Опа. Восходящая звезда политической сцены. Стелла умела обход подводные политические камни. Но неожиданные случаи совершенно нарушают ее планы. Первый заместитель губернатора оказался вовлечен в грязную историю и был вынужден отказаться от своей должности. Стелла, как восходящая звезда политической сцены, получает предложение от губернатора занять освободившуюся должность. Готовы ли Стелла занять такую публичную должность? Конечно, мы примем участие. Восходящая звезда, вот это ты, конечно, даешь. Стелла, другой кандидат. Уф, Стелла, ты, по-моему, у нас вообще уже сошла с ума, ты там вообще уже звездишься, ты прям вообще молодец. Нет, ну понимаете, это на самом деле хорошо. О, мы же с вами... А мы, подождите, а мы кто? А, мы же не благодворительностью занимаемся, да? Блин, на самом деле это плохо. Ну ладно. Давайте, наверное, всякие эликсиры здесь прокачаем. И, наверное, что-нибудь вот здесь вот прокачаем. А стоп, что это? Пиар-агентство. О, можно пиар-агентство скачать, все, мне нравится. Нереально, Стелла, что сошла с ума, она там у нас такие повышения получает. Вообще становится восходящей звездой. Ну, это на самом деле хорошо, потому что у каждой девочки, как вы видите, жизнь складывается по-своему. Вот, то есть кто-то у нас совсем не знаменит, как Нуа, например, и Сандра. Кто-то у нас уже более-менее знаменит. Кто-то только начинает свою жизненную дорогу. Вот, так сказать, ищет себя в нужном направлении, если можно так выразиться. И я думаю, что, в принципе, мы уже скоро сможем пойти на свидание, наверное. Это будет как бы у Вильгейма Сноа. Вот, они просто будут гулять, я думаю, в парке Сан-Мишуна. У меня, в принципе, других идей нету, куда их можно сводить. Поэтому давайте мы сейчас быстренько позанимаемся тем, что подготовим, так сказать, нашу ночку к свиданию. И потом они уже у нас отправятся, собственно говоря, именно туда. Так что давай. Нам нужно с тобой еще, как бы, там, я не знаю, освежиться, почистить зубы, чтобы там у тебя все нормально было. Ну, а то вы там все-таки поцелуйтесь по-любому, это я 100% уверена. Поэтому давай, дружище, кушай, чисть зубки, умой лапки, освежись. Переоденемся, наверное. А хотите, ну, что переодеваться? Мы все равно, как бы, зима. Так, ну все. Можно музыку выключить, она мне просто иногда уже надоедает, когда она постоянно у девочек играет, мне реально бесит, начинает. Так, хорошо. Собраться с мыслями? Замечательно. Что у нас вообще по зимней одежде? Там нормально все? А, ну, надо будет, наверное, что-нибудь новенькое выбрать. Ну, да ладно. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Вот. Отлично. Не, я, знаете, что думаю? Наверное, мы все-таки не будем, как бы, назначить это как свидание. А просто, как бы, просто они туда отправятся. Все равно я буду делать кат-сцену, в любом случае, с позами. Так что да. Так что да. Ну, первый пазу у них был, как бы, по кат-сцене, да? По позам. А так его, если по-симовски, так сказать, его не было. Но вы меня, в общем, поняли. Ну что, как бы, пришло время, как раз-таки уже почти 4 часа. И наша новичка сейчас будет прожать на свидание с своим любимым Вильгеймом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok